Чик, чик. Всем привет, ребята, вы на канале CryptoCommons, и сегодня очень быстренький беглый обзор. Что же происходит с биткоином? Ну, давайте разбираться. Да ничего такого с ним не происходит в целом, потому что слушайте, ну, да, окей, мы упали вчера, сегодня утром, точнее, по Москве, с 12100 на 10500 почти, да, на 1500 долларов была свеча, и все такие, вау, вау, манипуляция, дам, скам, все дела, но уже забыли, как будто бы, что мы за неделю-то выросли, как бы, на 3000 долларов. Поэтому, ну, какая тут манипуляция, ребят, это может сдуться даже бартом и вот досюда, и закрыть всеми фьючерс гэп, как, собственно, говорил Карл с канала Moon, которого я теперь перевожу на регулярной основе, вот мы замутили с ним канал Moon Россия, там пока всего 50 подписчиков, так что будьте одними из первых, не забывайте ставить лайки, комменты, как и под моими видео, так и под его. Он будет рад, я ему переведу ваши комменты и переведу его ответы вам обратно. Вот. Короче, вот тут каждый день говорит об этих всех движухах, и, в принципе, никто не удивлен, на самом деле, этому. Ну, точнее, Карл был удивлен немножечко, он говорит, что такое сильное свечение ожидал, а я на самом деле ее ожидал, кто читает нашу телегу. Я в чате писал, что жду коррекции. Вот, я вчера постил индекс страха и жадности, и вот рисовал по эфиру параболу, которую, говорю, как только пробито, можно шорт открывать, ну, аккуратный шорт скальп, с целями куда-то сюда. Ну, дисклеймер. Короче говоря, сам я шорт караулил, караулил до 4 утра, но проспал его аккуратно, потому что он случился уже утром по Москве. Ведра не стал расставлять, хотя сейчас понимаю, что было бы неплохо расставить ведра, но по эфиру куда-то в район 400, 410, и они бы уже здесь закрылись даже. Ну, да ладно, ничего страшного. Да, напоминаю, что у нас идет криптомарафон, но ввиду того, что сейчас очень много движухи с Карлом и другой всякой, я практически не трейдил эту неделю. Ну, вот тут у нас в CryptoCommons канале, именно в Телеге, вот я сегодня сделал пост, день 12-й криптомарафона. Пока что баланс на двух открытых счетах, вот, составляет общий баланс 1268 долларов на DUDEX и на FEMEX, общий профит пока 548 долларов, но это буквально все за 2-3 трейда. Так что вот, кому интересно, следите здесь, в Телеге, и ссылки на все биржи здесь, в описании также, там вы получите дополнительные бонусы, особенно на DUDEX. Напоминаю, что на DUDEX самые низкие комиссии за вывод, всего 10 тысяч сатоши и 0,5 тизера, соответственно. Вот, для тех, кто хочет вынимать профит часто и понемногу, это очень грамотная штука. Ну, да ладно, двигаем дальше. Короче, собираюсь продолжать марафон, вот, очень на самом деле кусаю локти, что не взял шорт здесь, но, в принципе, Карл говорил, и я с ним тоже согласен, что ничего тут страшного нету, и, возможно, это дело все выкупят быстро, и мы полетим дальше на перехай. Возможно, возможно и такое. Смотрите, на дневке-то вообще ничего страшного нету, вот, видите, мы растем и растем, как бы это маленький дампец, как и вот здесь бывали. Но по эфиру, вот, я чертил эту параболу вчера, желтую, и вроде как мы ее пробили вниз, что, в принципе, не очень хороший знак, значит, какая-то коррекция будет, наверное, на несколько дней, или даже недель, но уже сейчас шортить хэзэ, можно выставлять, конечно, сюда куда-то ордера на шорт и ловить, но только со стопами, ребят, или в маленьких плечах, потому что, объясню, потому что смотрите на эфир недельный. Вот недельный эфир, мы видим, что рост только начался, даже красной свечи нифига нету еще, видите, вот эта свеча, у него все равно плотное тело, и сейчас, возможно, будет еще третья, четвертая свеча, и там сопротивление ближайшее это 500, вот, и то там его нету, как бы, а если пробьем его, то там и на 600 легко. Короче, весь вопрос в том, сейчас, кого будет больше, если будет шортил, то их легко засквизят, и еще выше это все дело повезут. Но, опять же, смотрим завтра, как откроется Америка, хотя с ней раскорреляция уже происходит, но пока еще все равно не до конца. Ну, опять же, CME Futures Gap у нас есть на биткоине в районе 9700, где-то он, да, то есть есть вероятность того, что мы еще сходим туда, закроем его, и отобьемся вот здесь как от поддержки, то есть, смотрите, недельная EMA Ribbon вообще сейчас в районе 900 до сих пор, то есть если она сейчас поднимется куда-то сюда. Короче, есть вариант, что нас свозят еще ниже 10 тысяч, но я думаю, ребята, это будет реально последний раз, когда можно купить биткоин по таким ценам, если туда свозят. Опять же, смотрел Олеси Орастани вчера, он там говорит такую вещь. Ну, короче, показывать не буду, но в двух словах он говорит вот как раз такую вещь, что могут еще биток там в августе или в сентябре, в общем, до конца этого года свозить ниже 10 тысяч, чтобы ликвиднуть всех маржинистов, чтобы напугать всех, и там как раз надо будет не бояться, не продавать, а реально покупать, потому что, в принципе, биток отрабатывает Stock to Flow модель и херачит куда-то очень-очень высоко, судя по всему, как и эфир и многие альткоины. Так что вот какие-то такие вот сегодня мысли. Втарил немножечко эфир классика, по нему там были тоже истории, что он, ну вот, у него сейчас на всех биржах не работают депозиты и выводы, вроде как атака 51% на него была, но из всех альтов, я думаю, он сейчас один из самых недопампленных в целом. Вот. Трона тоже чуть-чуть втарил. Всякого говна, короче, который внизу лежит. Даш тоже, думаю, скоро пойдет на перехай эфира. Че, Даша сейчас стоит меньше сотки баксов, 760 тысяч сатоши, я думаю, Даша скоро стрельнет за миллион и пойдет перевыбивать два. Даша и монет мало, их легко пампить. Кешу тоже присмотритесь, кеша дешевый. Короче, сейчас в долгую, в целом все альтын можно аккумулировать, такие стопудовые. Но только не чейнлинг, мне кажется, чейнлинг пиздец перекупленный. Вот. И, кстати, сейчас он пампит, когда вот лайток вниз пошел в коррекцию. А линк? А линк, да, вот видите, он ебашит. Была вот эта свечка вниз, но в целом он поебашил дальше. И, кстати, я заметил, что линк сейчас растет тогда, когда другие монеты дампятся. Когда биток эфир дампится, линк растет. Потом, когда линк дампится, биток эфир пампится. Обратите внимание на эту интересную, как бы, раскорреляцию. Вот. Ну и что? Собственно, да, напоминаю еще раз про криптомарафон, про все ссылки в описании. Дополнительные бонусы. На Femix вы получите... Ча, я не помню, какие бонусы. Вот. На Femix бонус до 80 долларов можете получить на депозит. На Bybit бонусы до 90 долларов на депозит. А на Dodex специальное предложение бонуса до 200 долларов на депозит. По этим ссылкам из описания. Ну и, кстати, да, еще скажу про турнир Bybit. Надвигается же большой-большой-большой турнир. Вот он. WSOT. Вот. Я вступил в команду Карла. Тут вот есть чат-рум для трейдеров специальный. Трейдеры из всех стран объединяются. Вы получаете 20% скидки на комиссии. И сейчас уже вот призовой фонд 50 битков. То есть, когда наберется достаточное количество участников, он будет 150 битков. 150 битков призовой фонд. И вот моя команда The Moon. Это команда Карла. Кто хочет, вступайте в нее. Ссылка из описания видео Карла. На Moon Russia тоже есть ссылки. Соответственно, вы можете даже не торговать, но если команда победит, то вы получите хорошие плюшки. Допустим, если команда займет первое место, то между членами команды будет распределено больше сотни биткоинов. Так что интересная тема. И, кстати, вот еще рядом команда Team Underground, тоже чувака, которого я перевожу иногда. И он говорит интересную штуку. Он, как всегда, копировал паттерны из прошлого на график, и паттерн отработал. Вот он, видите, говорил, что вот этот паттерн, скорее всего, будет. Наложил свечи из прошлого, и они прям точно, видите, ну вот без этого чуть-чуть оп, и дампанули прямо сюда вот этой соплей. Короче, нет времени сейчас все это переводить, но в целом он тоже говорит, что это не особо медвежий сигнал, то есть мы можем сейчас походить немножко здесь во флете. Вот сейчас покажу, как он рисует это дело дальше. Вот, он копирует дальше свечной паттерн, и типа что-то подобное мы можем сейчас увидеть сложными выносами туда-сюда, и потом массивным отскоком наверх, ну вот с такими штуками, то есть это может быть до сентября месяца все продолжаться, флет в этом диапазоне. Так что вот как-то так, делайте свои выводы сами. Спасибо, что смотрели, поставили лайк, написали комменты. Не забудьте обязательно подписаться на The Moon Russia, написать коммент Карлу. Мы стараемся для вас, ребята. Обязательно пользуйтесь топой, риск-менеджмент, потому что, ну вы сами видите, что происходит на таких свечках. Нехорошо будет, если вас поимеют, поэтому лучше поимейте. Больше трех лет назад на трек, который тоже вышел, больше трех лет назад, Different Ways. В этом видео вы слышите кусочки этого трека, и скоро выйдет клип. Подписывайтесь на I Think So тоже. В общем, и это да, это круто с точки зрения трейдинга, что, чуваки, трейдинг не должен быть основным занятием, потому что иначе вы просто будете либо все сливать, либо без убыток в лучшем случае выходить. А трейдинг должен быть, ну, как бы, грубо говоря, как хобби. Но даже пускай профессиональным занятием, но не только им нужно заниматься. Если вы 24 часа в сутки будете интродейт, ничего хорошего не будет. А если у вас есть еще любимое дело или какая-то работа, то прекрасно совершенно вы будете трейдить. Два трейда в год вы будете делать, но таких охуительных, что вам больше вообще не надо будет. Поэтому вот как-то так все сказал, всех обнял. Это канал Crypto Comments. Подписывайтесь, ставьте лайки, пользуйте партнерские ссылки, используйте риск менеджмент и тейк профи, ты мать вашу. Peace out, Rebets.